Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, сегодня у меня очередной видеоролик, который связан с игровыми видосами, мы продолжаем, мы записываем, вам нравится, вы поддерживаете, безусловно спасибо вам огромное за вашу поддержку, я надеюсь, что если вы также будете продолжать проявлять активность, то как мы записываем каждый день данные видеоролики, так мы и продолжим их записывать. Как всегда, соточка лайков, следующий видеоролик выходит и сегодня у меня поступило очень интересное предложение из комментариев на протяжении уже, если я не ошибаюсь, двух, может даже трех видеороликов. Один человек очень сильно хочет, чтобы я потестировал вооружение Викинга Фриза и безусловно для меня это то самое сочетание, на котором я до введения овердрайвов играл очень большое количество времени и Фриз тогда находился в отличнейшем балансе в игре и Викинг являлся тем самым корпусом, который использовали большинство игроков в матчмейкинговых боях. Ну и конечно же, я не могу это оставить без внимания, я сегодня поиграю на данном интереснейшем вооружении, я думаю, что скатаем катки в формате контроля точек и в формате захвата флага, наверное, именно в этих двух режимах данное вооружение будет более актуальное. Ну и безусловно, что касаемо дрона, то я не изменен в своем выборе, я использую защитника, поэтому давайте отправляться в бой. Количество звезд до окончания челленджа осталось просто минимальное, но мы не обращаем на это внимания, играем исключительно на победку и надеемся на то, что сумею я реализовать максимально жестко данное сочетание. Выглядит она просто максимальнейше, аппетитнейше и, конечно же, карта выпадает, ну, в какой-то степени, наверное, не самая лучшая. Сейчас посмотрим, что тут по резистам у меня, я смотрю, что резисты не совсем грамотные одеты, поэтому, возможно, сейчас заберу точку, сольюсь и переодену. Смотрю, там есть гром, рикошет, шафт мне сверху плюху давал, возможно, стоит, наверное, одеть резист именно от данной пушки. Ну и сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, что меня будет вообще кошмарить больше всего, рельсу я вижу, которая смещается. Сюда можно ее, кстати, забрать, наверное. Фриз я использую, друзья, с шоковой заморозкой, сейчас, наверное, это устройство самое актуальное на фриз, при том раскладе то, что урон фиксится, ну, не так жестко определенно, как это было раньше и сейчас. Если раньше, например, я все время говорил вам то, что фриз лучше использовать без никакого устройства, то сейчас определенно я могу сказать, что стоит пожертвовать тем количеством урона ради того, чтобы противник просто становился колом за одну секунду и вы спокойнейшим образом наносили просто нереальнейшее большое количество урона. по противнику, хотя, по сути, сейчас в матчмейкинге не используют, ребята, большое количество резистов от данной пушки и в какой-то степени, возможно, даже можно использовать данное вооружение без фриза на шоковой заморозке. Но пока что меня, к слову, нарез не отправляют, а это значит, что спокойнейшим образом мы можем продолжать давить и наваливать здесь урона. Сейчас заморозил парня, аптечку сбил, ладно, минус ел, ничего страшного, у меня все-таки еще все имеется. Сейчас еще ддшку, если я здесь прожму, что-то меня как-то не респит, какая-то тотально доминирующая карта у нас попалась, у меня уже овердрайв появился, а я до сих пор ни разу на респ так и не ушел. Прикольно, прикольно. Так, что у нас тут по точке, там ребята сами заберут. Ну, а я, пожалуй, пойду выдвигаться под левый фланг. Максимально, конечно, не сказать, что это самая удобная карта для данного вооружения, но я, как говорится, в видеороликах сочетание не меняю, очень долго я его сливал, похоже, данный парень играл с защитником. Поэтому играем на этой карте и надеемся, что я сумею здесь не только ее выиграть, но еще и, так я вижу, там точка уходит в отхват, и, если честно, возможно, стоило даже ее не захватывать, а ехать просто сразу. Выигрывать тайминг, а, ну, даже противник сам ее не захватил, поэтому можно сейчас ее уже и забрать. Исключительный контроль точек, при том раскладе то, что противник особо не выезжает на них, у меня получается нормально так доминировать. Главное, чтобы сейчас Хантер не прожал овердрайв. Похоже, у него его нету. Да, все отлично. Ну и овердрайв у меня копится довольно быстро за счет того, что диктатор постоянно его раздает. Давайте минку тут поставим, так отлично. Заберу парня. И можно сейчас еще и здесь, наверное, овер прожимать, если там точкой D есть противник. А, что-то как-то я проморгал. Ладно, давайте поменяем резист. Я видел там 2 грамма, видел 2 рикошета. От рикошета резист у меня есть, и я видел арту. Давайте такой резист возьмем. Ну и отправимся давить. Сейчас что-то противник жестко точки позабирал. Надо как-то это компенсировать. Надо забирать вражеские точки. Угу, позабирал, я понял. Отличная реализация овердрайва от Хантера. Не хотел я на нее наткнуться, но все же пришлось, пришлось получить дэмэдж. Я думаю, что давайте-ка мы сыграем сейчас катку с шоковой заморозкой. А следующую катку я сыграю без шоковой заморозки, потому что в какой-то степени урона все-таки меньше. Определенно. И, наверное, в контроле точек не так сильно решает эта шоковая заморозка. Если в захвате флага за счет нее можно отлично дефать флаг, то... Блин, ДДшка не прожалась. Нажал 2-3, а ДДшка не прожалась. Потом аптечку. Ну ладно. Но в контроле точек не так уж жестко решает данное устройство, поэтому, возможно, в какой-то степени стоит и снять его, и показать, насколько данная пушка еще наносит неплохое количество урона. При том раскладе то, что от фреза сейчас у нас в игре резистов значительно меньше, нежели от джиги, поэтому данное сочетание может быть очень даже актуальным. А я сейчас смотрю. Штукатка заканчивается досрочно. Я хотел сейчас рез поконтролить немножко противника. Заметил, что там 4 танка сверху стояло. Я думал, что сейчас можно будет немножко понаносить дэмэджа. Но катка досрочно завершилась. Поэтому давайте отправляемся в еще один боечек в контроле точек. И в последний, наверное, если сейчас быстро этот закончим, то скатаем еще одну катку в захвате флага. И там, наверное, скатаем сначала без шоковой заморозки. Если вдруг нам понадобится устройство, дабы дефать флажочек, то я думаю, что шок мы тогда уже по ходу данного боя тоже возьмем. Сейчас скатаем без него. Ну и посмотрим, насколько больше урона будет наносить данная пушка. По идее, должно существенно... Ну, не существенно, но в какой-то степени меняться количество урона. И, возможно, за счет этого я даже буду больше фармить. Но вы видите, насколько меньше заморозка по противнику вылетает. И когда, например, там васпик какой-то будет убегать, у меня не будет возможности быстро его заморозить. Это тоже не сказать, что есть хорошо. Ну, а так, в общем и целом, в принципе, видно, что урона вылетает побольше и контролить респ намного проще. Только я вот не вижу большого количества противника. Это как-то очень печально, если честно, выглядит. Я не вижу, где противник. Как я сейчас постоял на респе, там 2-3 танка респанулось. Они хотя точку одну контролят, но определенно, если они будут выезжать только под правый фланг свой, я думаю, что они тут не сумеют в этой катке ничего сделать. Поэтому я думаю, что делаем акцент именно на центре карты. Ну и выдвигаемся именно исключительно на вражеский респ, дабы здесь принимать как можно больше противника. При том раскладе, то что я на защитнике, урона могу принять ещё и тоже много. Ну и дальше наносить, конечно, урон по противнику. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бомба! Но вы видите, насколько меньше, конечно, урон, если сравнивать фреза с жигой. Да, есть определённые плюсы, то что резистов меньше от данной пушки, но определённо в данный период времени, если сравнивать фреза с жигой, то Жига выглядит намного, намного прекрасней, и что касаемо баллона, и что касаемо наносимого урона, то здесь явно имеется превосходство Жиги, хотя, если честно, если посмотреть так с точки зрения статистики Википедии, я думаю, что там несущественные изменения являются в характеристиках огнемета и фреза, но так определенно, конечно, если сравнивать, как оно чувствуется, то я могу сказать, что Жига выглядит более нагибающе, но определенно фриз, возможно, скоро апнется, подбалансит его немножко так же, как и Жигу, и вернется тот старый банк на Викафризе, который будет постоянно играть на данном сочетании, потому что в определенный момент времени, когда у нас еще, как говорил, не было овердрайвов, я на данном сочетании проводил просто колоссальное количество времени, и сейчас я просто хочу поконтролить риспы вражеские. Печально, конечно, что вылетают вот эти вот нули урона, и нет у нас никакого диктатора на карте, потому что если был бы сейчас диктатор, давайте чуть-чуть урона приму и нажму ДАшечку, потому что мой дрон отлично реализует данный припас, но сейчас, правда, меня тут должны нагибать. Ну и в контроле точек, да, может быть, в какой-то степени и нет смысла использовать устройство на шоковую заморозку, на просто тотальную доминацию противника, который должен стоять просто колом в определенных моментах. Ну а что касаемо захвата флага, я думаю, что вместе с вами мы сейчас все это дело затестим. Кстати, катка начинает становиться более потной. Я, конечно, делаю акцент исключительно на контроль вражеского риспа, дабы как можно больше противников отвлечь, но я так понимаю, что сейчас уже под конец данного боя мне придется ехать на какие-то определенные точки. Я тут уже одного тиммейта не вижу, отличные крит-ошибки уже работают, но хорошо, что это тиммейт, это не противник. Противников вроде как я всех вижу, и это очень-очень хорошо. Так, у вас пик едет на центр. Нет, точку он захватывать не будет, я понял, хорошо. Не хочешь захватывать. Видели, как кто-то аптечку подобрал? Я видел. Так, и здесь точка не под нашим контролем. Давайте сделаем акцент на нее. Давайте заберем. Давайте заберем эту нагибаторскую точечку. Ну и теперь уже отправимся на давление риспа. Желательно, чтобы на этот рисп еще противник ехал. Ну, конечно, с овердрайвом баллон просто летит нереально на большое количество. Вернее, на нереально большое расстояние. И, блин, смотрится это максимально эффектно на викингов резе. Еще и когда ты катаешь на ультра-викинге. Вообще четенько. Мне нравится это сочетание, как оно выглядит. Если бы оно еще и нагибало бы немножечко посильнее, посерьезнее бы дэмэдж бы вылетал. Я думаю, что я был бы еще более рад. Но сейчас у нас имеется борьба за точку А. Давайте я встану на нее. Заберу здесь пацика. Ну, сдуваются, конечно, танки. Просто максимально просто. Просто максимально просто, друзья. Немножечко тавтологии. И сейчас будет бомба от Васпа. Нет, нету бомбы от Васпа. Хотя он так ехал. Я уж думал, что будет ставить. Но почему-то не поставил. Окей, ладно. Две точки контролятся. В принципе, в данном режиме меня это устраивает. Есть там шафт, который наносит по мне урон. Но я вижу, что граммы есть, рикошеты есть. И арта тоже есть. Поэтому менять резист особо смысла нет. Да и этот танк тоже убивать нет смысла. У которого 50% реза. Против резистов, конечно, фриз сейчас. Ну, явно не такой нагибаторский, как это было раньше. Раньше даже против резистов на данной пушке можно было себя комфортно чувствовать. Сейчас с тем количеством урона, которое наносит данная пушка, наверное, не так она актуально все дело смотрится. Здесь парень слился. А мы, к слову, каточку-то сейчас начнем проигрывать, друзья мои хорошие. Уже одна минута до конца остается. Три точки у противника. И пора что-то делать, друзья. Давайте-ка вы будете забирать точки. Одну я забрал, окей. Хорошо. Прожал овердрайв. Давай. Ответный овер тогда, друг ты мой хороший. Я прожму. И что-то меня все равно так быстро забрали, что прям ужас. А-точку можно забирать. С нашу под контроллеры, ребята. 50 сек. И надо контролить хотя бы две точки. Если две точки не будет под нашим контролем, то это ГГшечка. Это просто провал, друзья. Еще и Бшечку захватывает. Отлично. Я забираю А-точку. С уходит под контроль вражеский. 30 секунд. И сейчас будет просто максимально дико жесткая концовка. Потому что там уже Б уходит. И я мчусь на нее. Вижу там трех противников. И выглядит это максимально все печально, если честно. Сейчас еще бомбу тут поставят. Надеюсь, что бомбы у него нет. Вот так. Ну и похоже мы слили этот бой. Как это странно бы не звучало. Всю катку тащили, 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 тащили. 15 секунд до конца. Две точки, не три. Мы под контролем. Держим. Да, это проигранный бой. Вот вам и контроль точек. Формат, в котором... Вернее, не формат, а режим. В котором, по сути, все решается на последней минуте. Ну и давайте отправимся сейчас в захват флага. Я думаю, что начнем сначала данную катку без шоковой заморозки. А там уже по ходу боя, если я увижу, что необходимо больше заморозка противника, то я там уже возьму резист от фреза 0. Это очень-очень хорошо. При том раскладе то, что спереди меня я вижу овердруйвик, который я смогу сейчас подобрать. И сразу же жестко влететь на вражескую базу и увести флажочек. Хорестрайкер уже едет на меня. Надеюсь, что у него бустера нет. Боже, сколько тут челиков сразу на меня агрится. Давайте. Отлично. Ну, что я могу сказать в данной ситуации, друзья? Обожаю матчмейкинг. Конечно, я обожаю матчмейкинг. Я больше ничего не могу сказать в данной ситуации, кроме того, как я нереальнейше люблю матчмейкинговые бои, когда ты просто влетаешь. И сейчас была бы буквально секундочка, я бы уже улетал бы и спокойнейшим образом доставлял бы первый флаг для своей команды. Но при возврате в катку, в катку что я вижу? Я вижу то, что данная катка уже не 1-0 в нашу пользу, а 0-1 в пользу противника. Отлично. Супер. Шикарно. Бомбически. Поэтому я уже иду давить каналы. Давайте мы-ка сейчас залетаем по супер-мега-крутой траектории. И надо дергать. Надо... Боже, у него уже бомба. Я в шоке. И я еще и зацепился за этот холмик. Ну, блин. Ну, это просто максимально печальная тема. Я пик смотрю, что мне нужно сейчас сменить резист. Там 2 рельсы как минимум имеются. Грома, если я не ошибаюсь, я тоже видел. Ну, от арты это, наверное, дефолтный резист. Пусть он будет. Ну, и надо увозить. Надо увозить, друзья. Надо увозить. Надо определенно увозить флаг. При том, что противник уже где-то тоже тащит. Давайте на встречных курсах сыграем. Попробуем передамажить противника. Он сразу же убегает от меня. Ну, это хорошо, в принципе. Можно задамажить. Можно уничтожить. И можно увозить флаг. 2х слил. Третьего забрал. Дуашка спадает. Но у меня-то супер дрон. Который мне дает эту дуашку постоянно. И ставим первый флажочек. Отлично. Нужно продолжать в том же темпе. В том же темпе. Нужно продолжать и не сдавать сейчас позиции. 1-1 это хорошо. Но нужно вытаскивать этот бой. Поэтому 1-1 меня определенно не устраивает. Хотелось бы поставить еще парочку флагов. Хорошо, что у нас хотя бы в команде есть ребята, которые дефят свой флаг. Пусть они даже не атакуют. В атаке, в принципе, мне особо даже помощи-то и не надо. Если еще бы тиммейт бы скинул мне флаг. Скинь флажочек, братик. Я понял, хорошо. Я тебя услышал, братик. Давай тащи сам. Ну ладно, подстрахую я его так уж и быть. Вижу, что я его сейчас солью. Сейчас солью, сейчас прилетит эта плюха шоколадная. Ой-ой-ой, Васпик улетает. Вот был бы сейчас я на шоке. Определенно я бы сумел бы просто затормозить данного игрока. Вернул, отлично. Но, так как без шока, заморозить я максимально не смог. Ну и что они делают, друзья мои хорошие? Вы будете флаги отдавать противнику, чтобы он увозил? Или вы будете их уничтожать? Я не понимаю. Васпик, хорошо, да. Мой друг хороший. Мамонт, нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-мамонт, боже ты мой. Это просто ужас какой-то. Когда мамонт так влетает, и ты максимально убегаешь от него. Но он все равно, как говорится, он тебя настигает. Ладно, оставлю я этого мамонта. Пусть он как-то тут катается. Мне надо ехать на возврат флага. Боже, только не говорите, что у нас сейчас вернут. Ну я, в принципе, подобрать успею. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, опасно, 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 опасно. Тикай, Ярик, тикай! Тикай, Ярик, 0 хп, боже. Сейчас вернет, вернет. Ой-ой-ой, подмост, 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 подмост. Ну, встретите меня кто-нибудь, ну, пожалуйста. Пожалуйста, ну, дай, дай урона, хп, ну, где-нибудь, что-нибудь. Ну, хотя бы пусть этот викинг подберет флаг. Ну, пожалуйста. Ну, только не говорите, что сейчас он вернет. И будет все максимально печально в этом эпизоде. Я надеюсь, что этот нагибатор с приваренной башней сейчас, в данный момент, определенно выиграет в свою пользу. А я отправлюсь на возврат, потому что овера у меня имеется. И проблем, я думаю, что не должно здесь быть никаких. Определенно, добрый вечер. Домой, 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 друзья, домой, конечно. Ставим? Или что? Смотрим или ставим, друзья? Ставим, молодцы. Отлично. Давайте дальше. Две с половиной минутки еще имеются. Давайте сейчас с респа я возьму еще шоковую заморозку, дабы я, как бы, сказал, что потестим, посмотрим. Давайте тоже хотя бы на две минутки ее возьмем, дабы посмотреть, насколько танки будут вставать колом просто. Давайте под мост уведем данный флажочек, потому что я смотрю, что... Ага, понял, хорошо. Я вас понял, принял, обработал. Так, ну и шок. Где мой шок? Шок мой здесь. Поехали. Let's go, guys. Давай, полетели через центр, наверное. Нет, ну ладно, по каналам. Наш тиммейт там, я надеюсь, что вытянет. Это шафт целится. Но у меня шафта одни отреза. Блин, плюха такая больная. Если честно прилетела, еще и траекторию мне сбила. 2-2. Минута 40. Надо выигрывать. Надо определенно выигрывать эту катку. Наш тиммейт увозит флаг на центр. Да, я смотрю, что в данном бою больше актуальна другая зона, а не каналы. Неопределенно. Ну как же морозит эта шоковая заморозка. Просто ужас. Просто колом становятся танки. И при том урон-то вылетает всего лишь на 30 хп меньше. 30 хп, что это есть вообще? В принципе пустышка. Можно попытаться еще один увезти. Давайте попробуем. Надеюсь, что не ваншотнет. Отлично. 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 Еще плюшку от рельса выдержу. Да, выдержу определенно. Аптечки нет? Блин, я что-то подумал, что у меня аптека имеется. Ну ладно. Я даже не смотрел там, кто за мной едет. Пытался быстро убежать. Наши тиммейты, я надеюсь, за деф. Вот я не хочу 50 секунд сейчас стоять в дефе. Давайте поеду лучше в атаку. Попытаюсь еще флажочек дернуть. Отвлечь внимание. Потому что сейчас все игроки, я смотрю, едут исключительно в атаку. А я вытягиваю флажочек в центр. Давай, 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 давай. И на подмостку, на подмостку, на подмостку. Определенно у вас пик в минусе. Отлично. У вас аптечечка для подстраховочки. И спокойная траектория для доставки флага. Отлично, эффектно, красиво. 30 секунд. И можно еще один флажочек поставить. Дабы завершить катку. Можно так сказать, даже досрочно. Даже досрочно. Давайте жмем овердрайв. Времени мало. Я уже больше его явно нигде не заюзаю. Блин, что там тиммейту надо помочь. Тиммейту надо помочь. Давай, давай, хотя бы вас пика обрублю. Блин, ну шоковая заморозка это крутая тема. Это определенно крутая тема. И сейчас надо просто ставить этот флаг. Давай, давай, 8 секунд. 7, 5, 4. Еще много времени. Я успеваю. Отлично. Еще и делаем досрочку без 5 минут, хотел сказать. Без 5 секунд катка бы завершилась, конечно. Но все равно это досрочный бой. И в данном бою я скажу, что данное вооружение было максимально эффективно. Ну и скорее всего, скорее всего, в данной, именно в данной катке, все-таки шоковая заморозка на данном вооружении смотрелась бы куда-куда более интересно. За счет того, что ты можешь просто, вот как вы видели по каналам, я залетал, хоп, подморозил противника, объехал, подобрал флаг, поставил. Все. Максимально все просто. Берешь шоковую заморозку, резистов мало, нагибаешь. Такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Я надеюсь на вашу поддержку. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Довольно большое количество смотрят данные видеоролики без подписки. Поэтому, если у вас там кнопочка снизу красненькая, сделайте ее серенькой. Мне будет очень приятно. Ну и как только соточка лукасов наберется на данном видеоролике, мы сразу записываем следующую часть. Поэтому как-то так. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok